Статные солдаты и военная техника на земле и в небе. В Риге на набережной 11 ноября прошли военные парады и шествия, посвященные 104-й годовщине провозглашения Латвийской Республики. Праздник посетила Виктория Пушкила-Отта. Парад на набережной начался в 13.30 и продлился полтора часа. В нем приняли участие примерно полторы тысячи солдат, зема саргов, полицейских, пограничников, пожарных и янсаргов. Со знаменной группы вышли и солдаты союзных войск из Албании, Канады, Чехии, Дании, Германии, Эстонии, Исландии, Италии, Литвы, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и США. В параде участвовали и военные из Украины. В небо поднялись вертолеты и самолет Air Baltic, украшенный красно-белыми цветами латвийского флага. У меня огромное счастье, что мы могли показать латвийскому обществу маленькую часть того, в какой степени мы готовы защитить эту безопасность, которая абсолютно необходима нашему народу. За парадом на набережной 11 ноября наблюдали тысячи человек. Государственный национальный праздник, День независимости. И в целом праздник тоже какой-то свой выходной день. Красиво. Давно не было соскучились, не видели столько времени из-за этих локдаунов. То есть, ну, сейчас это выглядит красиво и гордость берет. Очень здорово. Я сейчас хожу в Яунсердзе и когда-нибудь планирую принять участие в параде. Замечательное настроение. Самый красивый праздник, какой только может быть. Красивый парад и солнышко, которое нас радует и поздравляет нас с большим праздником. Просто наслаждаемся. Замечательное настроение. После парада мы все пойдем есть домой торт. Посмотреть на парад пришла и гражданка Украины Лариса. В Латвии она живет с марта. Этот день для нас очень знаменателен тем, что очень хочется, чтобы у нас такие парады были, чтобы был мир и чтобы скорее закончилась война. Восхищает парад, восхищает дружба, восхищает позиция Латвии, которая нам помогает. Спасибо вам большое за помощь.